Это короче река Сетунь после двух дней дождей На метр точно поднялась А может и поболее А тут пешеходные дорожки нахер затопило Вот таким интересным способом я здесь передвигаюсь Забавно Просто чума Идешь как в неизвестность Хотя на самом деле знаешь где здесь пройти Вода холодная Ноги уже замерзли То есть Вот там вот дерево которое стоит по центру кадра Вода до него обычно никогда не доходит Прям реально Чисто с дождей поднялось По лесу прям насквозь идет Поток такой Блин Вода реально холодная Прогуляться интересно Помельче стало Ну да там совсем мелочи Вот опять Вообще все просто растворилось Все сравнялось Здесь я уже даже не помню Где тут была дорожка Ну пойду На ощупь Пока дорожка есть Просто чума С дорожки сошел А вот дорожка была Воды уже вот так Еще наверное сейчас будет погоднее Но я не уверен Я постараюсь пройти Просто чума Да где-то здесь дорожка была Уделена О бля Мостик Древянный мостик Глубина стала Поменьше Опять снова дорожка Говна нанесло Нереально много воды Кругом в лесу вода И вот он Ухт на сушу Продолжение следует... Поехали Вот это старое русло Сетани, оно обычно сухое всегда, а это новое русло, которое прокопали в 60-х. Воды поднялось примерно на метр. Все старое русло залито водой. Это дальний существующий край старого русла Сетани. Дальше она вон шла туда, в кусты уходила. И сколько здесь воды, тут всегда сухо. Хотел здесь пройти выше по течению. Тут тоже всегда сухо и огромный высоты берег и все затоплено. Такой поток, что даже не хочется рисковать туда идти. Если соскользнешь, поплывешь далеко. Придется искать обходные пути. Северо-западные хорды и вода обычно вон там вдали от коса из гравия течет. Сейчас тут затуплено абсолютно все. Вон там она из узкого русла вырывается и здесь затапливает все просто. Один огромный сплошной поток, который если снесет, мало не покажется. Основная часть идет там. Здесь опять русло так сужается, поэтому здесь поток сильнее получается. А это выход из очистных сооружений, вот из тех ливневой катализации. Как можете видеть, все заполнено. Обычно там наверно метр, а то и полтора до дна, и оно сухое. В обычную погоду, без дождей затяженных. Сейчас пойдем туда попробуем сходить, посмотрим что там. Здесь можно еще заметить, что уровень воды на самом деле был больше. Вот по этой снесенной по течению травы. Это он уже подупал. Судя по наносам грязи, уровень воды-то был на самом деле еще больше. Вот это все было затоплено. Даже включая наверное этот мостик. Вот в целом такое вот болото небольшое, подтопляемая часть реки. Но здесь тоже, если вода бывает, то после зимы, когда снег стает, ну чтобы вот так вот воды здесь было. И это в такие вот оксильные дожди. То есть я иду по настилу. Настил он невысокий, просто он как тропинка. Но воды здесь реально дох... Все затоплено. Решил я значит обойти всю эту территорию с другой стороны. И тут тоже тупик. Вода подошла очень близко к забору, не пройти. Можно, но там неровный грунт скользкий, тоже можно улететь в реку. То есть здесь русло само по себе в обычное время достаточно узкое. Ей наверное глубокое. Но все равно вот это все затоплено. Там тоже большая пойма такая. Кругом вода. Если сейчас вот сюда наступить, можно на глубину по колено уйти. Чисто не потому, что здесь русло, а потому что понижение идет местности. Такие вот они дожди в московском регионе в конце мая 2020-го.